Всем здарова, дорогие подписчики, с вами по-прежнему Димка и Даник, и мы находимся в МТА-провинции. Всем привет. Да, ребята, Даник немного заболел, поэтому пожелайте ему скорейшего выздоровления. Ну а в этом ролике, ребята, я расскажу вам, как правильно начать играть на наши любимые игрушки в МТА-провинции. Что это вообще такое, спросите вы. Ребята, это настоящая GTA про нашу Россию. И, соответственно, ребята, если вы посмотрите более внимательно, вы уже поймете, что это, грубо говоря, Исаакиевский собор, это Лахта-центр, другие соборы, ну и многое другое, что напоминает нам исключительно город, а именно Питер. Называется он на самом-то деле, ребята, Невский. Ну, в принципе, вы знаете, что там есть улица Невский. Соответственно, ребята, это город Санкт-Петербург. Также у нас есть, соответственно, город Мирный. Это я вам сразу могу сказать, что если вы туда заедете, то увидите там Москва-Сити и многое другое, что напоминает как раз-таки Москву. Также Приволжск, это Самара, ребята. Ну и есть другие пригороды, которых здесь пока нету, но если вы будете ездить по карте, карта у нас очень огромная, то их сможете спокойно увидеть, допустим, вон в левом нижнем углу или же слева сверху. И наверняка каждый из вас задается вопросом, а как же правильно играть в МТА-провинцию, откуда что-то скачивать и как правильно все устанавливать. Ребята, я могу сразу сказать, что в эту атмосферную игрочку играть очень-таки просто. Если вы прямо сейчас перейдете, а получается в описании под мой ролик, под этот ролик, вы сразу же увидите ссылочку на скачивание. Нажимаете на нее и вы сразу же попадаете на сайт сервера и, соответственно, скачиваете лаунчер. Я могу сразу сказать то, что у вас скачивается вместе с GTA San Andreas. То есть, грубо говоря, 6 гигабайтов вы скачиваете и сразу же все устанавливается автоматически. А потому вам лишь останется только лишь зарегистрироваться на сервере. Но для этого вам нужно выбрать наш 6-й. Ребята, играем мы исключительно на нем. Вот. Ну и, соответственно, я рекомендую исключительно его. Здесь очень много ютуберов снимает. И потому вам будет очень весело куча сходок. И многое другое вас будет ожидать. Так вот, выбираем 6-й сервер. Скачиваем, соответственно, карту этого сервера. Ну и, соответственно, ребята, регистрируем аккаунт. Сразу хочу сказать то, что после регистрации вы обязательно не забывайте указывать мой промокодик во вкладочке M. То есть, нажимаете тупо M. Либо же русский мягкий знак. Здесь есть реферальная система. И вот этот промокодик, ребята, таким образом вы должны будете его вписать. Вот, получается, Димк нажать активировать. Я его уже активировал. И тем самым при достижении третьего уровня вы сможете спокойно получить скидку на 20-25% на, получается, покупку первого жилья и автомобиля. Кстати говоря, не перейдите за порог 700 тысяч. Потому что промокод может не сработать. Да и вообще, если говорить о детям и промокодах, все промокоды на провинции, они одинаковые. Абсолютно. Поэтому, ребята, нет смысла искать какой-то другой, потому что они абсолютно все одинаковые. Но при этом, ребята, если вы введете мой промокод и напишите мне об этом в комментариях, либо же во Вконтакте, то у вас есть шанс выиграть новую тачку абсолютно бесплатно. Да, ребята, к Новому году, да, я разыграю реально обычную тачку к Новому году. Соответственно, у вас будет как минимум и скидка, так и тачка, которую вы можете спокойно себе получить. Ну и если вкратце говорить о нашей МТА-провинции, то, ребята, могу сразу же сказать то, что здесь на самом-то деле все очень атмосферно. То есть здесь, ребята, реальная РП-отыгровка, здесь реальная езда по правилам. И если вы будете что-то из этого нарушать или же не отыгрывать РП-ситуации, то, соответственно, вы будете наказаны сидеть в тюрьме и тому подобное. Поэтому, ребята, здесь очень весело, очень много народа, очень много похожих зданий, прям как в России. И многое-многое другое. Но, ребята, прежде чем вы начнете свой путь, так сказать, путь бомжа, вы в любом случае при регистрации, когда вы нажмете зайти на сервер, попадете как минимум в один из трех ЖД вокзалов. Ну, а если быть точнее, либо в автовокзал, получается, не из того, где мы и находимся, то есть в самом низу. И я могу сказать только, что выбирайте именно этот автовокзал, потому что он очень-таки удобен. Также по центру нас ожидает Мирный, а сверху Приволжск. Ну, так вот, если вы выбрали Нерский, то, соответственно, у вас будет возможность с шаговой доступности дойти до работы. Соответственно, ребята, вы попадаете вот на этот ЖД вокзал. Рядом сразу можно, получается, арендовать велосипед для того, чтобы добраться до нужного места. Но он пока что вам не нужен. Давайте-ка зайдем в сам ЖД вокзал. И я расскажу, как правильно начинать играть в МТА провинции. Соответственно, ребята, вы попадаете вот в такой вокзал. Ну, если, честно говоря, вы зайдете сюда, то вы попадете сразу к поездам. Кстати говоря, вы можете на поезде уехать в какой-то другой город, либо же на метрополитене по всему городу куда-то в какую-то нужную точку. Но это так, чтобы вы знали. Неважно, какой из всех вы выбрали, но, как я уже сказал, лучше выбирать Нерский, потому что здесь очень близко начальные работы. Об этом чуть позже. Вы сразу же увидите где-то здесь квестного персонажа. Он будет стоять, соответственно, вас ожидать. Вы должны будете к нему подойти, это вроде как девчонка, ознакомиться с самой провинцией и понять вообще, как все устроено. Она вас этому обучит. После этого у вас появится, соответственно, ребята, маркер об выходе из ЖД вокзала. До этого вы просто выйти не получится. Вы не сможете ничего сделать. После того, как вы поговорили с квестовым персонажем, у вас появилась такая метка. Вы можете выйти из ЖД вокзала. Многие, конечно, на самом деле обтеряются и, в общем-то, да, они немного не понимают, как вообще выходить из ЖД вокзала и вообще уходят с провинции. Это делать, ну, в принципе, не надо. Тут все просто. Кстати говоря, рядом по близости нас ожидает ларек шаверма по-питерски. Но покушать вы, ребята, здесь не сможете, потому что это просто бизнес, который держит один из людей. Вот, а покушать вы сможете, если откроете карту. Рядом тут, получается, в шаговой доступности, как я уже говорил, вот рядом с нами, сверху и чуть левее. Это как раз-таки вот такие вот оранжевые бургеры. Туда заходите и, в принципе, можете кушать. Ребята, сразу, как только вы вышли из ЖД вокзала, нажимайте кнопочку М. Здесь есть навигация. Выбирайте город Невский. Да, ребят, не путайте, потому что вы можете по дефолту, допустим, в Мирный поставить какую-то меточку и не понять вообще, куда ехать. Так вот, выбирайте Невский. И вот есть категории работа, авто, то есть автосалоны, всякие интересные места, а также, ребята, госучреждения и многое другое. В госучреждениях это, конечно же, банки, больницы, военкомат, все, что вам необходимо потом, в последующем, мэрия, участок или же автошкола. Но вы выбираете работу. И, ребята, тут вы сразу видите то, что, допустим, АТП доступно с четвертого уровня. Но вы должны найти какую-нибудь работу с первого уровня. И сразу могу сказать, что это, ребята, либо табачный завод, который находится чуть дальше от нас. Вы просто выбираете завод Красный Октябрь. Я уже поставил меточку, он находится прям вообще в шаговой доступности. Соответственно, мы можем прыгнуть на машину, либо же взять в аренду велосипед. Но я в этом не вижу никакого смысла. Вы просто можете спокойно добежать. Кстати говоря, рядом находится метрополитен, если вам нужно куда-то доехать. Ну, как бы все очень даже просто. И вот он находится уже прям рядом. То есть вон вокзал, а здесь уже, как вы видите, самый тот нужный вам завод Красный Октябрь. Ну, соответственно, заезжайте сюда, там, или забегайте, неважно. Оставляете машину и погнали. Вот такие вот, получается, ребята, метки. Они говорят о том, что это бизнес. Владелец такой-то, цена такая-то. 80 миллионов он стоит нихера себе. Очень дорого, на самом деле. Но, в принципе, вы не переживайте. Вы и на тачку сможете заработать. И на свое первое жилье. И, соответственно, ребята, сам получается бизнес. Вот здесь вы можете нажать работать. Вот. Ну, и вы начали работу на заводе Красный Октябрь. Все как бы просто, ребята. Вы просто, ну, как вам говорит, именно подсказочки. Собираете вот такие вот ящички. И, ребята, относите их, соответственно, вон туда. То есть, грубо говоря, изготавливаете детали. За это вы можете получать очень много денег. И я вот заработал, допустим, за одну деталь. А именно 511 рублей. То есть, грубо говоря, за сколько тут? Ну, даже меньше минуты. Я уже заработал для себя тысячу. То есть, заработать здесь денег, ну, реально очень много можно. Ну, и, как я уже говорил, это работа для первого уровня. После вы просто увольняетесь с работы. И, соответственно, ребята, зарабатываете свою тысячу. Или же больше. Ну, то есть, тут реально очень-таки много. Можно подзаработать денег. И так далее. Ребята, пока вы не поднимете второй, третий уровень. Как только поднимете третий, вводите мой промокод. Либо же заранее. Вот. Ну, и, соответственно, покупайте себе первую тачку. А тач, как я уже снимал ролик, в принципе, посмотрите на моем канале, какие лучше. Вот. Ну, а о работах, я думаю, что тоже сниму, в общем-то, новый ролик. И вы сможете посмотреть его. Какие работы из оставшихся можно выбирать для дальнейшей работы. То есть, тут, как вы видите, с 6-го, с 7-го уровня, с 8-го уровня, получается. И так далее. То есть, вы, грубо говоря, находите, вот, допустим, работа в АТП именно с 4-го уровня. Ту работу, которая вам очень сильно нравится. Допустим, в банке вообще с 12-го уровня можно работать. Я, на самом деле, все эти работы уже использовал. Я все квесты проходил. Для меня все как бы просто. Но для новичков я вот советую реально вот этот вот завод. Потому что он находится очень близко. Да и, на самом деле, если добраться вы хотите в какую-то другую точку, тут можно добраться буквально за минут 5. То есть, по набережной ту пойдете пешкарусом. Соответственно, добирайтесь, куда вам нужно. Ну, в общем-то, ребята, как-то так. Вот такой прикольненький видосик. Она же и очень классные игрушечки. А именно, МТА-провинция здесь очень атмосферно, очень много народа. И вы реально можете неплохо так повеселиться. Найти новых знакомых и так далее. Поэтому, ребята, спасибо огромное, что досмотрел ролик до конца. Ставьте обязательно лайки. И не забывайте подписываться на канал. А с вами был Диман. И Даник. Всем удачки. И всем пока-пока, друзья. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok